3 минуты о загородной жизни Сергей, я вам знаете, что предложу? Поговорить сегодня про мои любимые цветы, про розы. Да, конечно. Мы только о розах разговариваем, по-моему. Очень их любишь. Очень любишь. 3 минуты о загородной жизни. Надежда Семен-Дяева. Друзья, сегодня я вам покажу очень простой способ укоренения новых черенков. Простой черенок. Розы спокойно приживаются в нашей земле. И делать мы будем это совершенно быстро. Наверное, сейчас у нас будет самая короткая серия из нашей. Начинаем? Начинаем. Берем хороший побег розы. Видишь, этот уже начинает остыпаться, поэтому мне его не жалко. Отрезаем побег. Я уже говорил, что отрезаем всегда над почкой горизонтальным срезом. Вот у нас будущий черенок. Макушка нам сразу точно не нужна. Надя, я знаю, что ты сейчас ее заберешь. Забирай. Оставляем вот такой черенок. Что мы дальше делаем? Чтобы определить, созрел ли побег, нужно отломать шипы. Если шипы очень хорошо отламываются, просто вот великолепно отламываются, значит, побег там созревший, и он готов к черенкованию. Дальше мы отрезаем листья. Как минимум, три почки у нас останется под землей. Листья укорачиваем. Можем так укоротить, можем так укоротить. Без разницы. А нижний срез мы делаем под почкой, параллельно почке, наискосок. Вот готовый черенок. Далее берем корневин. Корневин – это укоренитель. Обмакиваем в укоренитель. Наши веточки. И все запоминаешь. Более того, даже запишу. Запишу. Снимаемся. Подержи. А я сейчас определю место, куда я их воткну. Допустим, чтобы вот этот куст стал еще более пышным, выглядел, мы рядом где-нибудь и посадим эти черенки. По большому счету, нам сильно ничего и не нужно. Немножко взрыхлеть землю. Давай их сюда. Втыкаем в наши черенки землю. А дальше готовим бутылку. Бутылку. У бутылки мы просто отрезаем дно. Прежде мы их польем. Польем хорошо, потому что больше мы их поливать, по сути, не будем. Земля под бутылкой будет влажна. А дальше мы накрываем наши черенки бутылкой. Создаем им тепличные условия. Немножко можно присыпать землей сверху. Потому что так наши черенки останутся до весны. Трогать мы их не будем, открывать мы их не будем. На зиму мы можем закрыть это все пробкой. Но весной надо обязательно открыть, чтобы она проверкнулась. И весной мы проверим, что у нас будет под этой банкой. У меня уже по участку такие банки кое-где стоят. Так я уже это сделал. Поэтому размножение роз – это мое любимое занятие. Ну вот и все. Это были три минуты о загородной жизни. А Сергей Богацкий опять подарил мне цветы. Надежда Семендеева опять ничего не знала. И все спрашивала, спрашивала, спрашивала. Пока. Три минуты о загородной жизни.